Мобильный телефон сегодня это не просто средство общения и обмена данными. С его помощью можно совершать разные финансовые операции, денежные переводы, покупки в интернет-магазинах. Вместе с этим появился соответствующий вид мошенничества – электронный. За последние пять лет, по данным прокуратуры, уровень таких преступлений в России вырос со 166 до 222 тысяч. В соответствии с планом работы на второй полугодии 2019 года прокуратура района проведена проверка соблюдения требований закона при организации раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Прокурорам указано на низкий уровень раскрываемости таких преступлений, что требует принятия дополнительных мер со стороны правоохранительного блока. Раскрываемость мобильного мошенничества постоянно снижается. Вычислить телефонных аферистов очень сложно, ведь преступления совершаются дистанционно. Сами пользователи мобильных устройств часто относятся к своим персональным данным небрежно. Этим и пользуются злоумышленники. Анализ материалов уголовных дел, находящихся в производстве следственного отдела МВД России по Северскому району, показал, что практически во всех случаях установленные средства безопасности на мобильных устройствах либо компьютерах выполняют свою функцию в полном объеме. То есть в большей части преступлений виноваты именно потерпевшие, которые ненадлежащим образом ошлят защиту своих персональных данных, данных своей банковской карты, пароли, пин-коды. Как правило, мошенники используют стандартные схемы обмана. СМС знакомства, крупный выигрыш, просьбы пополнить счет от друга или родственника, но почему-то с незнакомого номера. На самом деле цель одна – получить информацию о персональных данных. Похожий способ используется на сайтах свободных продаж и бесплатных объявлений, где аферистов интересует номер банковской карты, куда они якобы хотят перевезти деньги за покупку. Желательно, естественно, пользоваться только официальными сервисами, покупать и совершать интернет-покупки только в официальных магазинах, не поддаваясь на уловки мошенников, которые все чаще пользуются такими же сайтами бесплатных объявлений. На самом деле пользоваться электронным расчетом удобно и безопасно. Достаточно соблюдать ряд простых правил. Мобильные сервисы сводят все возможные риски к минимуму. «Единственный метод защиты и безопасности перед каждой проведенной операцией – быть уверенным, что назначение платежа именно такое, какое вы ему предаете». Агентство РБК приводит следующие данные. С мошенничеством по телефону сталкивается почти треть россиян. Но в правоохранительные органы практически никто из потерпевших не обращается. Именно поэтому противостоять к киберпреступности так сложно. Сообщая об изложенном, прошу жителей района еще раз обратить внимание на безопасность проведения финансовых операций с банковскими картами. Перед проведением каждого платежа убеждайтесь в правильности его назначения.